Всем привет! Сегодня у нас с вами моя лично любимая тема, а именно бюджетные новинки косметики. Я зашла на сайт Natina, пролистнула новинки, и некоторые продукты меня так заинтересовали, что я, естественно, сразу добавить в корзину, добавить в корзину, добавить в корзину, и сегодня спешу с вами поделиться всем этим. Также со всеми этими новинками я сделала сегодня макияж, и я буду все показывать вам в действии, поэтому давайте не затягивать и сразу приступать. И первое, с чего я хочу начать, это вот с такого продукта от Catrice, называется это Volumizing Lip Souffle, то есть это суфле для губ, увеличивающий объем и увлажняющий. В общем, грубо говоря, это бальзам для губ, который еще с эффектом увеличения как бы губ. Мне этот продукт понравился, интересный. Он создает эффект такой, знаете, как молочных каких-то губ, очень сильно мятно тоже это ощущается на губах, то есть как только вы это наносите, сразу чувствуется такая перцовая какая-то мята, которая немножко пощипывает, покалывает губы, но при этом нет ощущения жуткого раздражения, из-за чего ваши губы прям реально вот таким вот вареником станут. Нет, ничего такого, просто достаточно приятно. И знаете, что я еще заметила? У меня губы были такие, как все покрыты корочкой какой-то, а вот я с самого начала, первое, что я сделала сегодня, это нанесла вот это вот суфле на губы, и под конец все впиталось, ну либо я это съела, и губы размягчились. То есть реально ощущение стало не сухих губ, а вот такое вот как будто все эти корочки как расправились на поверхности. Мне понравилось, буду с удовольствием пользоваться. Дальше это что-то среднее между вроде бы как и декоративной косметикой, потому что, ну, не совсем это бальзам для губ, все-таки такой как молочный эффект получается на губах, но в то же время с эффектом именно увлажнения и ухода. Следующее, что я взяла в свои ручки, это была вот такая вот палетка от Essence. Посмотрите просто на эту упаковку. Знаете, кто-то недавно, кстати, откомментировал, что в последнее время все палетки похожи на Худу. Ну, как бы что-то в этом есть. В последнее время реально столько много палеток вот с такими глазами, но Essence пошли даже на шаг вперед. Они сделали такую как голограмму, я, короче говоря, не знаю, как это описать, но я думаю, вы сейчас видите. Очень прикольная упаковка. Вот такого вот раньше я не видела. И Худу, кстати, могла бы и до такого додуматься, потому что очень прикольный эффект. Называется эта палетка Witch Side. Здесь игра слов, потому что с одной стороны звучит, как в переводе, какая сторона, то есть какая сторона тебе нравится больше. Тут с одной стороны такой нюдовый макияж, а с другой стороны такой насыщенный как бы металлик мы видим. Переводится название этой палетки как сторона ведьмы, ведьминская сторона. Внутри эта палетка выглядит вот так вот. Здесь достаточно много теней, и внутри мы видим вот эти раз, два, три, четыре оттенка. Это вот этот вот худовский тоже прикол с вот такими вот вкраплениями чего-то такого перламутрового. И откровенно говоря, когда смотришь, например, на вот такой вот оттенок, черт его знает, что это будет, когда ты это нанесешь на глаза, потому что эти оттенки очень обманчивые. Когда просто на них смотришь, кажется, ага, ну вот это вот какой-то вот будет розовый. А нет, он не совсем розовый, он там может быть с каким-то зеленым переливом, в зависимости от того, какие вот эти вот вкрапления туда добавлены. И именно поэтому я вам сейчас покажу свотчей, чтобы вы детально рассмотрели все оттенки, которые сюда входят. Что касается общего качества этой палетки, мне она понравилась. Для Essence, по-моему, это неплохой шаг вперед. Классная палетка, для новичков вообще просто изумительная, потому что здесь вот этот вот самый темный оттенок, он, как бы это правильно выразиться, он такой суховатый. Но это его достоинство в плане макияжа для новичков, потому что вы можете достаточно активно его набирать, но после этого, когда вы переносите на глаза, не ставятся пятна. То есть получаются такие легкие вуали затемнения, которые вы можете наслаивать. И вот сегодняшний макияж, конечно же, я сделала с этой палеткой. Мне очень интересно было протестировать вот эти вот формулы, потому что я не знала, чего от них ожидать. Что касается матовых теней, они здесь все очень хорошего качества, хорошо растушевываются, прекрасно носятся, в общем-то никаких замечаний. Что касается металликов, тоже это не супер насыщенные какие-то металлики, которые эффект фольги. Нет, это скорее такой, знаете, вот как приглушенный металлик. Очень деликатно, красиво тоже выглядит на глаза. Но гвоздь программы в этой палетке, это, конечно, вот эти вот четыре оттенка. Честно вам признаюсь, они немножко странноватые. По текстуре они такие, знаете, как с хлопушками чего-то. То есть это не однородная текстура, а эти тени, они как будто расслаиваются. То есть их однородным оттенком нанести достаточно сложно. Я когда наносила на веко, я сначала наносила кистью, поняла, что у меня ничего не получается. И потом я просто набрала на палец, вот так вот хорошо в палец это все втерла, и потом нанесла на глаза. Тогда получилось достичь того эффекта, которого я хотела достичь. На нижнее веко я тоже наносила оттенок в этой же текстуре, только этот был оттенка шампанского. И вы знаете, вот здесь вот очень хорошо посмотрите эффект, который это делает, потому что кому-то это может понравиться, кому-то не понравится. Наносится такими как хлопушками, если можно так выразиться. То есть это вроде и не глиттер, то есть не такие мелкие частички, а именно такие как хлопья, которые цепляют свет и отражают его. С одной стороны прикольно вроде, что-то новенькое такое, что-то интересное, но с другой стороны, если вы боитесь таких текстур, если это не то, что вы хотели бы, то в общем-то я вам демонстрирую просто это все в нанесение, вы решайте сами для себя, то есть это интересно для вас или нет. И последнее, что я использовала сегодня на глазах, это была вот такая вот тушь от L'Oreal, которая называется Bambi Eye, False Lash. Вообще эта тушь, по-моему, очень сильно пиарится. Я не знаю, почему L'Oreal сделали ставку именно на эту тушь, но я везде вижу рекламу этой туши, и как-то у блогеров она часто мелькает, и я решила ее заказать, посмотреть, что же это все-таки такое. Щеточка здесь довольно-таки обычная, силиконовая, вот такой вот формы. Что касается самой туши, и, кстати, это, по-моему, официальная коллаборация с Disney, ну, наверняка, потому что иначе вряд ли бы они использовали название Bambi, иначе бы их засудили, наверное. Тем не менее, что касается самой туши, то тушь это больше силиконовая, знаете, что она мне напоминает? Она мне напоминает термо-туши. Это тушь, которая легко наслаивается, и с этой тушью можно сделать как Bambi глаза, так и паучьи глаза, причем очень быстро. Она засыхает быстро на ресницах, и из-за того, что у нее такая как тягучая гелевая текстура, она очень хорошо наслаивается. Она у меня под глазами не осыпается, все нормально держится на протяжении дня, но вот такая вот есть у нее особенность, вот эта такая тягучесть, гелеобразность такая, поэтому, опять-таки, смотрите, может быть, вас заинтересует. От Catrice взяла их новинку, это вот эту тональную основу, которая называется Poreless Perfection Mousse Foundation, я себе взяла оттенок 005. Меня заинтересовала эта тональная основа только из-за того, что здесь написано Silicon Free, то есть без содержания силиконов. В целом, я небольшой фанат муссовых тональных основ, потому что на моей коже почему-то они выглядят плохо, и они ложатся как-то инородно на лицо, то есть сначала я втушевываю, и прям такое, вау, все поры полностью ушли с моего лица, особенно вот когда я наношу на нос, у меня такое впечатление, что я себе, знаете, леплю новый нос, то есть вот абсолютно все поры сглаживаются, причем действительно здесь нет силиконов в составе, что странно, потому что на самом деле такой эффект обычно делают тональные на силиконовой основе, а здесь же силикона в составе нет. В общем-то, если вкратце описать эту тональную основу, то это очень густая муссовая текстура, которую лучше наносить руками и втирать вот так вот в кожу, и я знаю, что есть огромное количество людей, кто просто фанатеет от такой текстуры, и есть те, кто ее просто не переносит. Вот я отношусь, наверное, ко второму лагерю, но если у вас жирная кожа с расширенными порами, знаете, такая прям бугроватая и при этом жирноватая, вот в таком случае попробуйте эту тональную основу, вам может очень сильно понравиться. Если у вас сухая кожа, да еще и не дай бог с шелушениями, я бы сказала, держитесь от этого продукта подальше, потому что он подчеркнет все. Вот эти муссовые текстуры, по моему мнению, лучше всего ложатся на жирную кожу, когда есть небольшое такое скольжение, и потом, когда вырабатывается этот естественный жир на протяжении дня, также тональные выглядят не так плохо, как на сухой коже, потому что на сухой коже все как паутинкой, как будто покрывается, все шелушения подчеркиваются. В общем-то, я вам также обязательно покажу эту тональную основу вблизи, как она выглядит на мне. Отталкиваясь от этого, вы тоже можете сложить какое-то впечатление. У меня кожа склонная к сухости, поэтому имейте это в виду. Оттенок, кстати, 005 по свочу, выглядит очень темным, но после того, как начинаешь наносить, как-то это все очень красиво сливается с общим тоном лица, я бы не сказала, что я с оттенком прогадала. То есть оттенок мне подошел, он достаточно светлый. Что касается покрытия, то это среднее покрытие, то есть вот максимально среднее покрытие можно выдавить из этой тональной основы. Плотного покрытия, скорее всего, не получится, либо нужно будет наслаивать, но тогда будет утолщаться и так достаточно густая текстура, и вы можете легко получить эффект маски на лице. И на десерт такая вишенка на торте. Это, мне кажется, самый интересный продукт этого видео. Это вот такая вот палетка от Essence, которая называется Choose Your Glow. Это палетка хайлайтеров. Мне здесь нравится все. Мне нравится упаковка. Упаковка, знаете, такая увесистая, то есть берешь в руки и прямо ощущается, что вещь какая-то у тебя в руках. Но помимо этого, мне нравится еще, кстати, здесь зеркало. Зеркало здесь очень качественное. И что касается этих хайлайтеров, это просто что-то невероятное. Вот если вы хотите хайлайтер, который видно не просто из космоса, который видно, я не знаю, из соседней галактики, то вот это то, что стоит приобрести. Я не ожидала, что он настолько сияющий. И когда я начала наносить, у меня прям, знаете, как вот в мультиках глаза так. Дын-дын-дын-дын-дын. В общем-то да, эти хайлайтеры действительно делают такое свечение. Ну вот в моей коллекции лично это, наверное, самые яркие хайлайтеры. Причем в хорошем смысле слова. То есть это не что-то такое, что, знаете, просто выглядит таким дешевым металликом и очень сильно подчеркивает текстуру кожи. Мне нравится, не подчеркивается текстура лица. Здесь три хайлайтера. Вот этот наиболее деликатный. Вот этот я сегодня наносила на скулу. Вот этот самый темный. Он, конечно, такой больше либо под загар, либо для более темных тонов кожи. Но реально это просто что-то невероятное. Вот если вам нравится вот такой вот эффект, который вы сейчас видите, то однозначно присмотритесь к этой палетке. Мне кажется, вы останетесь довольны. А вообще по внешнему виду мне это чем-то напоминает палетки хайлайтеров от Jaclyn Hill. Может быть, этим они и вдохновились. У Jaclyn Hill они, кстати, тоже такие, ух, знаете, не слабенькие совсем даже. Больше всего, конечно, меня впечатлило то, что это все равно деликатно выглядит на лице, но в то же время очень ярко. Вот именно такой вот эффект яркий, но нет вот этой вот ужасной текстуры, нет вот этого металлика. Ну что ж, это были все новинки на сегодня. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть и другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. Посмотрите, а если смотрели, то мы с вами встретимся на следующей неделе в моем новом видео.